Первый доклад будет таким немножко концептуальным. «Перспективы профилактики и лечения кардиологических заболеваний у онкологических пациентов». Как это и положено, обратимся немного к истории. На самом деле кардиоонкология в мире не является таким уж новым направлением. Впервые о ней было заявлено в 90-е годы. И пионером этого направления по праву считается профессор Даниэла Кардинали, который работает в городе Милане, в большой больнице. И вот именно она занялась проблемами онкологических пациентов, связанными с сердечно-сосудистой патологией. И таким образом 23 года уже прошло с этого момента, как вышла ее первая работа. И можно сказать, что это направление юное, конечно, но уже не новорожденное, это точно. Итак, что же такое кардиоонкология? И вообще, как правильно говорить, онкокардиология или кардиоонкология? Об этом было достаточно много споров. В стенах нашего учреждения, которое я представляю, это МИЦ-радиологии. Конкретно я работаю в институте имени Герцена, который является филиалом на МИЦ-радиологии в городе Москве. У нас все время были дискуссии, как же говорить правильно. И что такое кардиоонкология? До сих пор онкологи спрашивают, неужели это лечение опухоли сердца? Ну, теперь уже, конечно, стали все привыкать и понимать, что кардиоонкология связана с диагностикой, лечением и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний у онкологических пациентов на всех этапах лечения. Итак, вот здесь на слайде вы видите, что проблемы кардиологических и онкологических пациентов могут проявляться по-разному. Они могут проявляться и в нарушении структуры миокарда, могут, особенно если это все садится на предшествующую, имеющуюся уже патологию, которая есть у пациента. Это возможные изменения и самого миокарда, особенно при применении современных препаратов, таких как иммунотерапия. Это могут быть также метаболические различные изменения, которые уже есть у онкологических пациентов и которые тоже вносят свою лепту в развитие патологии. Кроме того, ряд препаратов влияет непосредственно на сосудистую стенку и имеются также и предшествующие заболевания и состояния, такие как атеросклероз в частности, и проявляются эти изменения тромбозами. Я думаю, что сегодня на сессии второй половины дня об этом будет более подробно рассказано. Это очень важная тема. Итак, все-таки кардио-онкология, а не онкокардиология, так в основном принято во всем мире. Хорошо это или плохо, но мы решили больше не спорить, поскольку большая часть литературы использует именно термин кардио-онкология. И почему это так важно? Потому что существуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний. Мы об этом знаем. И мы, кардиологи, если привыкли говорить о сердечно-сосудистом континууме, но такой же континуум существует и для злокачественных новообразований. Вот они где-то пересекаются, эти факторы риска. Сегодня об этом расскажет профессор Мамедов Михман Ниязович. Я думаю, это будет очень интересно, поэтому подробно я не буду останавливаться на этом аспекте. Почему же вообще стало необходимо создание этой новой дисциплины кардио-онкологии? Почему вообще стали этим заниматься? Все было связано с эволюцией противоопухолевой терапии. Как известно, противоопухолевая терапия началась где-то в 70-е годы и даже еще раньше с антрациклинов. Затем эволюционировала, когда появились новые препараты, первые таргеты – тростозумаб. Затем ингибиторы фактора сосудистого роста. Наконец, различные таргетные препараты, иммунотерапия. И вместе с этим, оказывается, происходит эволюция и этой новой, новорожденной, но уже, как я сказала, не совсем новорожденной дисциплины кардио-онкологии. Если в начале, где-то в 70-е годы, даже в конце 60-х появились первые сообщения о кардиотоксичности антрациклинов, то затем было достаточно мало публикаций, как я здесь привожу по обмету, всего 90 цитат было где-то в 90-е годы, то затем лавинообразно стало нарастать количество научных работ, посвященных кардио-онкологии. И появились работы, посвященные кардиотоксичности тростозумаба, а также различным другим препаратам. Появились также документы основополагающие. Как мы знаем, в 2016 году появился консенсус Европейского кардиологического общества. Появились клинические рекомендации, и не только европейские, но и менее известные у нас американские рекомендации, о которых тоже немножко хотела бы рассказать. Вот здесь представлены основные сердечно-сосудистые осложнения современной противоопухолевой терапии. Как я уже говорила, они могут касаться различных аспектов, как аритмии, тромбоза, так и изменения структуры сердца. И вот такое направление, как иммунотерапия, оно принесло облегчение многим онкологическим пациентам, когда просто как по волшебству излечиваются, казалось бы, ужасные опухоли, которые не поддаются никакому другому воздействию. Но в то же время, оказывается, есть побочные эффекты, причем наиболее часто это как раз не сердечно-сосудистые, а связанные с поражением кожи, желудочно-кишечного тракта. Но когда происходит сердечно-сосудистые осложнения, то, как правило, они проявляются миокардитом. Но вот здесь представлено на слайде, как действуют Т-лимфоциты на опухолевые клетки. И вся иммунотерапия заключается в том, что либо активируется это воздействие, либо происходит воздействие на ингибирующие механизмы, которые тормозят действие Т-клеток. И вот осложнения, которые проявляются миокардитом, как мы видим. Есть изменения структуры миокарда. На электрокардиограмме могут быть самые разные изменения, не специфические в том числе, но и нарушения ритма, обусловленные миокардитами, ассоциированными с иммунотерапией. И могут также быть такие проявления, которые похожи на синдром токаоцуба, на синдром катахоламиноиндуцированного повреждения миокарда. Надо сказать, что кардиоонкология занимается осложнениями не только терапии, терапии, химиотерапии, таргетной терапии, не только лекарственной терапии, но также и осложнениями, которые возникают при лучевой терапии. Что касается лучевой терапии, то в настоящее время известно, что она, конечно, стала более прецизионной, гораздо меньше уже лучевых поражений окружающих тканей, поскольку точно рассчитывается участок, на который идет воздействие. Но, тем не менее, осложнения все же есть, и наука идет вперед. И вот появились работы, которые утверждают, что протонная терапия, в частности, приводит к тому, что по сравнению с обычной фотонной, что меньше поражений окружающих тканей и более эффективное воздействие на опухолевые ткани. Так что, очевидно, за этим также будущие перспективы. Венозные тромбоэмболические осложнения также занимают очень большое место, поскольку известно, что при онкологических заболеваниях нередка гиперкоагуляция. И поэтому мы сталкиваемся не только с этой проблемой, что, возможно, какие-то тромботические осложнения, как артериальные, так и венозные, но также и с проблемой, параллельно существующей антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. С одной стороны, эта терапия может быть назначена в связи с тем, что пациент готовится к какому-то виду лечения, как профилактика, но с другой стороны, у него может быть какое-то заболевание предшествующее сердечно-сосудистой, в частности, фибрилляция предсердий, в результате чего он постоянно получает антикоагулянтную терапию. И вот здесь встает вопрос, какие же антикоагулянты оптимальны, когда необходимо их отменять, а иногда это происходит совсем не по нашей воле, а в связи с оперативным вмешательством или с возникшим кровотечением, мы вынуждены, и лечащие врачи вынуждены отменять это, а мы как консультанты в этом случае даем им советы, что делать. Вот чётких рекомендаций всё-таки пока нет, они планируются быть, но пока что нет. В то же время появились работы зарубежные, которые показывают, что применение варфарина более опасно для этих больных, поскольку невозможно всё-таки добиться стабильного состояния равновесия в системе гемостаза и предпочтительное использование новых оральных антикоагулянтов. Сейчас ведутся работы по этому вопросу, в частности исследования реворксабана в Нью-Йорке, в Америке, в Memorial Sloan Kettering Cancer Center проводятся, но пока ещё не опубликованы эти результаты. Большой проблемой является также возникновение сосудистых осложнений у онкологических пациентов, в частности рак и инсульт. В своей практике мы тоже сталкиваемся с такими больными, конечно, достаточно тяжело их лечить. Оказывается, это не такая уже редкость. Вы видите, представлены данные, что у 10% пациентов с нарушением мозгового кровообращения, с острым нарушением мозгового кровообращения, рак. И наиболее часто возникает при таких состояниях, как рак лёгкого, поджелудочной железы, колоректальный рак. Причины какие? Во-первых, действительно наличие гиперкоагуляции у этих пациентов, стресс, различные побочные эффекты лечения. Кроме того, у этих пациентов зачастую прерывается антитромботическая терапия, как я уже сказала, в связи с диагностическими и лечебными манипуляциями, оперативным лечением. И, наконец, очень важный момент – это общие факторы риска. Опять-таки, к этому приходим. Общие факторы риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые присутствуют у этих пациентов и в результате потенцируются. Что ещё есть нового? Почему я поместила сейчас этот слайд с продольным стрейном и не стала сразу говорить про эхокардиографию? Потому что в этом докладе я всё-таки постаралась осветить новые какие-то перспективы развития кардиоонкологии. Но на самом деле это тоже не такое уже новое. Когда мы оцениваем состояние сердечно-сосудистой системы, как правило, используем эхокардиографию, фракцию выброса левого желудочка. Но очень часто фракция выброса левого желудочка нормальная, у пациента могут быть даже симптомы какие-то. И поэтому в настоящее время продолжают искать и используют другие методы диагностики субклинической дисфункции левого желудочка. В частности, это изменение напряжения кардиомиоцитов в продольном направлении. Как вы видите здесь, получается, что уменьшается возможность сокращения волокон. И это отражает дисфункцию левого желудочка, которая ещё может не проявляться клинически. Кроме того, существуют ещё методы визуализации другие, которые нам тоже помогают. Конечно, не везде они есть, но где они есть, надо этим пользоваться. Это МРТ, это ИКТ, это МРТ с контрастированием, это, наконец, ПЭТ-КТ. И от этих методов мы также получаем большую информацию важную. Здесь я привожу данные из американских клинических рекомендаций. Они немного отличаются от того, что нам дают европейские рекомендации, а специальных дала, чтобы вы имели возможность сравнить. Здесь, правда, эти данные представлены для тростозумаба и как раз основаны на изменении фракции выброса левого желудочка. Здесь вы видите, что 16 и 15% используются как градации кардиотоксичности. Если мы возьмём европейские рекомендации и те данные, которые опубликованы у нас, такая градация – это 10%. Но здесь необходимо оговориться, что 16% снижения фракции выброса левого желудочка – это если то, что получилось после лечения, всё-таки не ниже 50% фракции выброса. Если в процессе лечения противоопухолевого фракция выброса уменьшается на 10% и ниже нормативных значений, то всё-таки это тоже проявление явной кардиотоксичности. При этом возникает всё время вопрос, что же делать, когда мы получаем такие изменения, прервать лечение, продолжить его. Вот как быть? Потому что на самом деле, если мы решим прервать лечение тем же самым тростозумабом, то риск рецидива рака молочной железы будет значимо возрастать. Оправдан ли такой риск или нет? Надо нам решить. И вот работа, здесь представлено даже две работы, которые посвящены именно этому вопросу безопасности применения тростозумаба при изменениях фракции выброса левого желудочка. Здесь были пациенты, у которых фракция выброса левого желудочка от 40% до 50%, но без клинических симптомов сердечной недостаточности. Здесь оказалось, что большая часть пациентов в одной работе, как вы видите, при продолжении лечения не демонстрировала каких-то существенных осложнений. И, наконец, в второй работе были также получены хорошие результаты, но нужно тут обратить внимание, что у этих пациентов фракция выброса не снижалась ниже 50%. То есть снижение было, но не ниже нижней границы нормы. Здесь на слайде представлен выбор тактики лечения на основании данных эхокардиографии. Ну вот, не имею возможности очень подробно остановиться на каждом пункте, но вы видите здесь также, что градация – это фракция выброса левого желудочка, но уже в американских рекомендациях включен и продольный стрейн, изменение продольного напряжения. Если происходит снижение более чем на 15%, то в этом случае также это принимается во внимание, но если фракция выброса не снижается ниже 50%, то речь о прерывании терапии не идет в этой ситуации. Очень важной является также проблема реабилитации пациентов, у которых есть два таких тяжелых заболевания, как это онкологическое заболевание и сопутствующая сердечно-сосудистая патология. Этой проблеме сейчас стали уделять все больше и больше внимания, и профессор Балюзек Марина Феликсовна тоже об этом, наверное, расскажет. И в конце доклада хотелось бы представить свои собственные наблюдения, показать, какие задачи клинические мы решаем каждый день. Ну вот типичная ситуация. Пациент 68 лет, рак легкого и, как вы видите, целый букет сопутствующей кардиальной патологии. У пациента ишемическая болезнь сердца, выполнено стентирование коронарных артерий, у пациента пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, пациент уже перенес РЧА, гипертоническая болезнь, еще желудочно-кишечное кровотечение было у пациента на фоне проводимой терапии антикоагулянтной. И вот такой пациент будет оперирован по поводу рака желудка, и мы должны решить вопрос, можем мы сказать да, мы не возражаем против того, чтобы его направить на оперативное лечение, или нет. Вот такие задачи каждый день мы решаем. Вот, и здесь вы видите его электрокардиограмму и его данные холтеровского мониторирования. Ну, вы видите, что по данным холтеровского мониторирования ничего особенного, кроме удлинения интервала КУТЭ, мы не видим. И видим атриовентрикулярную блокаду первой степени, что связано с антиаритмической терапией. Фракция выброса у пациента нормальная, 55%, хотя есть признаки диастолической дисфункции. Вот, отвечаем на такие вопросы. Каков сердечно-сосудистый риск? Нужны ли дополнительные методы обследования? Нуждается ли пациент в коррекции сердечно-сосудистой терапии? Практически каждый раз. Второй случай. Пациент с центральным раком лёгкого. Здесь я уже дам ответ на эти вопросы. Над первым случаем можно подумать. Здесь жалоб нет. Пациент гипертоник. И у него распространённый атеросклероз. Он перенёс операцию подвздошно-бедренного шунтирования с реконструкцией шунта. И у пациента есть выраженный атеросклероз с абрахиоцефальных артерий, поражение сонных артерий. Что касается фракции выброса насохран на 62%. Мы выполняем ещё холтеровское мониторирование. Там никаких существенных изменений ритма и проводимости мы не видим. Зато мы видим, что есть косо-нисходящая депрессия сегмента ИСТ при физической нагрузке, при интенсивной ходьбе быстрой по лестнице. Что нам тоже с ним делать? Каков сердечно-сосудистый риск? Мы заключаем, что он высокий. Нужны ли дополнительные методы обследования пациента? И нуждается ли он коррекция сердечно-сосудистой терапии? Мы сосредоточились на втором пункте метода обследования, потому что нам надо решить, можем ли мы его отправить на операцию или, может, его на коронарографию надо отправить. Конечно, логичное решение – это проведение нагрузочного теста с визуализацией. В данном случае мы выполняем аффект сердца с нагрузкой. Вот здесь вы видите верхние части, результаты с нагрузкой. И мы видим, что происходит некоторое, но очень незначительное увеличение зон гипоперфузии. Вообще зоны гипоперфузии у пациента небольшие. Вот они синим представлены. Составляют 56% заполнения радиофарм препаратом ткани от пиковой концентрации. Норма – это до 70% снижения. То есть мы расцениваем как незначительный дефект перфузии. Кроме того, при тесте с физической нагрузкой тоже изменения небольшие. Всего снижение реперфузии на 4-5% от исходных значений. На ЭКГ изменения незначительные. Там В2, В3 у него и так была элевация в пределах нормы до 2 мм. И вот добавилось на 0,7 мм. И все-таки толерантность к физической нагрузке 10 мм. В результате мы заключаем, что значимые ишемии не выявлены, и пациент направляется в операционную. Успешно прооперирован. Сейчас все с ним в порядке. Итак, нерешенные задачи кардиоонкологии. Это более глубокое изучение проблем кардиотоксичности, включая механизмы. Это ранняя идентификация сердечно-сосудистого риска с использованием методов, которые позволят выявить изменения на доклинической фазе, включая биомаркеры, о которых сегодня тоже будет рассказано обязательно. Это профилактика кардиотоксичности, как первичная, так и вторичная. Это сердечно-сосудистая терапия оптимальная. Это мониторинг этих пациентов, регулярное наблюдение, организация этого процесса. Это попытка повлиять все-таки на образ жизни и факторы риска общей для сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Вот такой слайд в конце, потому что точно все-таки никто не знает, что делать. Но мы, надеюсь, что на верном пути. Спасибо за внимание. Продолжение следует...